Отличительная черта североморских библиотек – идти в ногу со временем и быть интересными своим читателям. Поскольку наступивший год в России – год театра, именно на этом специалисты ЦБС и решили сыграть. К сотрудничеству была приглашена свободная театральная компания. Артисты зато театра создали поистине неповторимую атмосферу, соединив в своем выступлении и важнейшие для мельпомены понятия – трагедию и комедию – со значимостью храмов мудрости, в которых хранятся книги. Где же страсть, любовь и слезы? Где же трагедия? Народу нужны светлые эмоции, без капли негатива и разочарования. Нужно добавить, что артисты зато театра не просто представили пролог мероприятия. Они от начала до конца обыгрывали конкурс «Суперчитатель года», призванный честовать самых преданных поклонников и друзей библиотек. Впрочем, в начале вечера несколько слов было сказано и о работе самой ЦБС. Одна из форм работы системы – отчет перед населением. Директор Ольга Ефименко кратко ознакомила собравшихся с событиями последних лет, назвав особо значимые цифры и важнейшие факты. Например, реорганизация, ремонт и пополнение фондов. Согранили высокий процент охвата населения библиотечного обслуживания. У нас есть такой основной показатель. Мы даем им 53%. Мы его сравниваем с показателем по Мурманской области – 49% и в Российской Федерации – 37%. То есть в библиотеке Североморска, судя по этому проценту, стали достаточно сообразной зоной доверия для населения, партнеров, власти. Здесь проходят общественные исходы. Первые лица города встречаются с жителями в неформальной потаноке. Крупные учреждения и организации считают за честь отметить свои юбилеи в стенах именно нашей библиотеки. После рассказа директора ЦБС оценку работе библиотекарей дали гости, партнеры и читатели. Североморская библиотечная система – это, наверное, такой локомотив, идущий вперед. Потому что цифры цифрами, но мы всегда видим, как вы работаете великолепно, какие вы разрабатываете проекты, как вы смело идете вперед, как вы идете, не оглядываясь на что-то. Вы просто, ну, можно сказать, что вы задаете тренды. На самом деле это и есть пример того, как должна развиваться библиотека. Города тем, что в нашем городе есть два именных учреждения. Это библиотека Миникраина и детская музыкальная школа имени Семеновна Пастернак, старейшая школа. И дружим мы давно, много-много-много лет. И я надеюсь, у нас много впереди еще. И поэтому я вас поздравляю. Отчет показательный в плане очень разных форм работы с детьми, со взрослыми, с сотрудничества с учреждениями. Поэтому я желаю вам только терпения, здоровья, а главное, мое любимое желание – вдохновение всем библиотечным работникам, во благо того, чтобы нашим читателям было всегда интересно. У меня такое впечатление, что наши все библиотеки, они постоянно в этом балансе между взрослым и радостным. Экономика сказала «Ух, тяжело!» Библиотеки сказали «Хорошо, будем зарабатывать сами». Цифровая жизнь, интернет сказали «Попробуйте, поспорьте с нами, когда можно сидя из дома залезть в интернет». «Хорошо», сказала библиотечная система Североморска, «Мы поставим технологии себе на службу». Теперь у нас с помощью цифровых технологий читатели могут общаться с известными писателями, где вот так вот просто можно встретиться. Практически друг напротив друга с Дарьей Донцовой и другими. Да, лицом в лицу. Цифровые каталоги. Вы практически за 2018 год вошли, получили звание «100 лучших товаров» именно за использование цифровых технологий, да, библиотеки. Вот это же замечательно. Беженый ритм жизни не дает зачастую время на то, чтобы пойти в библиотеку просто так. Хорошо сказала Североморская центральная библиотечная система. Мы создадим такие условия, что вы будете приходить сюда не только читать книги, но и общаться, какие-то вот вечера проводить. После теплых, добрых слов, сказанных в адрес библиотеки и их специалистов, началась церемония награждения победителей ежегодного конкурса «Суперчитатель года». Самой читающей семьей была признана семья Клещевых. Татьяна Ивановна и Петр Григорьевич уже 10 лет являются читателями библиотеки на Сизово. В номинации «Лучший молодой читатель» награду получила Ирина Карпызина. Литературным гурманом названа Любовь Кенкладзе. За длительные добрые партнерские взаимоотношения верным другом библиотек был объявлен коллектив Дворца культуры строителей и его руководитель Ольга Обухова. Самый главный приз, победа в конкурсе и звании «Суперчитатель года» завоевала Ирина Ткаченко. Удивительная женщина, которая не мыслит своей жизнью без книги и чтения. Искусство, история, фантастика, дамские романы, классика и новинки литературы – все в зоне внимания Ирины Александровны. Я рада, вот сегодня была услышать, что у меня очень много, ну я бы не сказала, что соратников, да, а соратников, все-таки нас, читателей, как сказали, сегодня 33 тысячи, да, с небольшим. И спасибо за то, что у меня выбрались числа достойных таких вот людей. Библиотека для меня всегда была, вы знаете, самого детства родным домом. А библиотека Североморска – это даже, ну не то, что родным домом, это то, что мое, да, вот зашел сюда и все, это вот твое, настолько органично. И вообще для меня вот читать, я бы не сказала, что это хобби, да, это просто мое состояние души. Что ж, пусть чтение, которое по-прежнему модно, будет состоянием души всех североморцев. Ведь библиотеки нашего зато готовы удовлетворить самый взыскательный читательский вкус. А их сотрудники – разнообразие досуг посетителя любой возрастной аудитории. Спасибо вам за это.